В 2023 году финансирование медицины в России было увеличено на 295 миллиардов рублей. В стране появляются новые объекты здравоохранения. Больницы, поликлиники, подстанции скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерские пункты. Проходит модернизация первичной медико-санитарной помощи, самого востребованного вида медпомощи. Более 4700 новых объектов первичного звена появилась в России. В 4100 объектах провели ремонт. 85 тысяч единиц цифрового оборудования с возможностью передачи данных поступило в медорганизации. Продолжаются работы по повышению качества и доступности медпомощи жителям сельских поселений и малых городов. Сегодня по России действует свыше 1300 передвижных медицинских комплексов. В таких пунктах оказывают первичную медпомощь, проводят профилактические осмотры, делают флюорографию и маммографию. В конце 2023-го, начале 2024 года в 67 регионов поступит еще более 250 передвижных медкомплексов и автомобилей со специальным оборудованием. Более 87 миллионов россиян прошли профилактические мероприятия в этом году. 1 миллион 800 тысяч пациентов получают бесплатные лекарства. В перечне препаратов появилось 8 дополнительных наименований. Более 80 процентов препаратов, которые приобретаются по госзакупкам, произведено в России. Доля отечественных препаратов на всем российском рынке составляет 70%. Принимаются меры помощи пациентам с вирусными гепатитами. Благодаря поддержке правительства в 2023 году получили лечение на 35 процентов больше таких пациентов, чем в прошлом. По федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» развивается профилактика. Повышается охват и качество диспансеризации онкобольных. Почти 60 процентов опухолей выявляются на первой или второй стадии. 522 центра амбулаторной онкологической помощи появилось за 5 лет. В стране строятся поликлиники, диспансеры и онкоцентры. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с нуля создается система выявления и лечения онкозаболеваний. В 2023 году на закупку соответствующего инновационного оборудования направлено более 620 миллионов рублей. Около полутора миллиардов рублей выделено на проведение профилактических осмотров детей в новых регионах. Объемы оказания медицинской помощи детям увеличиваются с каждым годом. За 10 месяцев 2023 года 80 процентов детей по всей стране прошли профилактические осмотры. В новых регионах более 340 тысяч детей прошли профилактические осмотры. Более 115 тысяч взяты под диспансерное наблюдение. Свыше 5000 детей были пролечены в стационарах. В 120 тяжелых случаях оказали высокотехнологичную помощь в федеральных центрах. С начала года проводится расширенный неонатальный скрининг на врожденных, более чем на 40 врожденных и наследственных заболеваний. Более 23 тысяч подопечных фонда Круг Добра получили медицинскую помощь по 88 хроническим заболеваниям, включая обеспечение дорогостоящими лекарствами, медоизделиями и техническими средствами реабилитации. Федеральный проект «Оптимальный для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в 2022 году реализован в 82 регионах. Дополнительное оснащение по нему получила 141 медицинская организация, оказывающая медицинскую реабилитацию, а также 28 федеральных центров. В этом году задачи по федеральному проекту реализуются в 77 регионах. Оснащаются 176 медицинских организаций, а также 43 федеральных центра. По поручению президента Российской Федерации в регионах строятся уникальные детские реабилитационные центры. С 1 июня 2000 детей получили помощь в новом реабилитационном центре «Кораблик в Подмосковье». 5 миллиардов рублей направили на закупку портативных систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей больных диабетом. С начала года медицинским работникам начисляют новые ежемесячные специальные выплаты. Они составляют в зависимости от категории получателя от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. За последние 20 лет здесь удалось добиться хороших успехов. Произошел колоссальный скачок в повышении доступности высокотехнологичной медицинской помощи. Продолжается и совершенствование первичного звена.